Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевые люди. Все это праздник рыжих оранжерея, который прошел в Вологде 7 августа. Вместе с сотнями волокжан к празднику просоединилась и наша съемочная группа. Где-то рядом ходит рыжий кот, ну и конечно же победили на щелок разок приветствуют всех гостей нашей площадки. А еще апельсины, морковный сок, шары, оранжевые ленты на деревьях. И десятки волокжан, чей цвет волос варьируется от золотисто-медового до огненно-красного. От такого обилия солнца вокруг сразу поднимается настроение. Праздник оранжерея, который задумало организовал молодежный центр «Горком-35», прошел на аллее улицы Пирогова, которая этим летом стала оранжевой площадкой города. Идея солнечной площадки родилась в рамках проекта «Семь чудес цвета». А молодежные объединения воплотили ее в жизнь. Раскрасили оранжевым бордюры, фонари, скамейки и придумали такой необычный праздник. Захотелось, чтобы этот цвет присутствовал в нашем городе, потому что в каждом микрорайоне сейчас появляются яркие пятна в рамках проекта «Семь чудес цвета». И вот так как оранжевый цвет – это цвет позитива, очень сочный цвет, яркий, нам пришла идея сделать такую оранжерею городского праздника, где собрать все, что связано с рыжим. Изюминкой праздника стал конкурс на самого рыжего. А его участникам нужно было пройти несколько веселых и оригинальных испытаний, показать смешную гримасу или выжать сок из апельсина всего за 20 секунд. Вот какая разная техника-то у нас! Молодцы! А рядом настоящая парикмахерская под открытым небом. Оранжевые ленты вплетаются в затейливые прически. Желающих хоть отбавляй, но на особом счету – рыжеволосые клиентки. Для них самые модные прически сезона. Самые модные – это, наверное, косы, как всегда, а также кудри и любые укладки. Это же волосы, мне кажется, любая прическа будет к лицу. Оттенки оранжевого и желтого – самые популярные на художественной площадке. Здесь целая выставка рисунков в исполнении взрослых и детей. А для самых спортивных – задания на ловкость, скорость и сноровку. В награду участники получают солнышки, которые можно обменять на вкусные оранжевые подарки. Апельсины, морковный сок и сувениры на память. Радостные праздники, ведь весело, детям весело, какие-то развлечения. И все же самыми главными героями праздника стали именно рыжеволосые волокжане. В течение месяца в молодежном центре «Горком-35» в объектив фотокамеры попадали модели с огненными, золотистыми, каштановыми, коньячными и медными волосами. С детства рыжеволосых людей, которых на планете всего 1%, подстерегают шутки и колкости. И все равно они остаются яркими, позитивными и веселыми, как на фотоснимках, так и в жизни. В детстве дразнили, но потом оказалось, что они рыжие, а золотые, поэтому вопросы все сразу отпали. С таким цветом волос мне даже кажется легче жить. Можно спрятаться в апельсинах. Я совсем недавно стала рыжей, до этого была брюнеткой. Могу сказать, что в этом цвете волос чувствую совершенно по-другому, более легко, наверное. Но это здорово, это очень веселый праздник, позитивный. Украсил праздник не только цветом волос, но и своей музыкой единственный рыжеволосый диджей областной столицы. Он выступает не только в клубах Вологды, но и гастролирует по разным городам. Говорит, что такой цвет волос помогает по жизни во всем. Мне сказали, что будет фестиваль рыжих, а так как меня природа оградила немножко веснушками, немножко рыжими волосами, то как бы я согласился. С детства там, конечно, некоторые нелепости были, типа рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Это как бы от этого никуда не уйти. Ну а так по жизни. С утра проснулся в плохом настроении, бывает, подошел к зеркалу, так посмотрел на себя. Ну ты же рыжий, давай, как бы веселись и вперед. Праздник удался. Оранжерея надолго запомнится волокжанам. Ну а теперь своего дня с нетерпением будут ждать жгучие брюнеты и стильные блондины. Александра Шер, Михаил Прищев, Вологда, Портал.